Итак, мы пришли на бывший завод по ремонту троллейбусов, а ныне дизайн-завод «Флакон». Здесь сегодня проходит выставка «Гандам. Москва-2014», на которой обещают большого гандама, мастер-классы по гандаму и много всего интересного, связанного с гандамами. Я немного далек от культуры японских гигантских боевых роботов, но все равно решил посмотреть, что же это такое. С собой я захватил человека, который держит камеру, это специально приглашенный человек из журнала «Игромания». Его мнение я тоже потом выложу чуть позже. Вместе мы сейчас посмотрим, что же себя представляет это мероприятие и сделаем из этого некоторые выводы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гандам Москва-2014 больше похоже на фан-мероприятие, которое организовали сами фанаты вселенной «Гандам», нежели какая-то профессиональная организация. Но, большинство, так оно и вышло. Достаточно маленькое помещение, зато в нем огромный бумажный гандам. Хотя, на самом деле, это многих вело в заблуждение. Все думали, что там будет действительно настоящий пятиметровый робот, сделанный из стали и нервов, а оказалась фигурка из папье-маше. Тем не менее, достаточно было прикольно. Что интересно в данном мероприятии, также то, что оно создавалось именно силами фанатов, и эти фанаты приносили из своей коллекции фигурок гандам. И благодаря этому можно было увидеть эксклюзивные фигурки, которые, в принципе, практически нигде найти невозможно. Они их заказывали с японских аукционов и так далее, и тому подобное. В принципе, это мероприятие было достаточно интересным, но, опять-таки, только для фанатов. Для людей, которые хотели бы приобщиться к вселенной «Гандам», было бы достаточно скучно, потому что большинство, они бы не поняли, что это такое. Потому что там было спорище, в основном, все-таки отъявленных фанатов японских огромных роботов. Продолжение следует... Итак, мы посетили мероприятие «Гандам Москва-2014», и я хочу сказать, что это выдалось довольно странным мероприятием, потому что я все-таки ожидал, ну, какой-никакой ивент. Здесь получилась просто такая выставка чьей-то такой задротской комнаты. То есть кто-то накупил себе много фигурок по гандамам и решил просто показать свою коллекцию всем. С одной стороны, это, конечно, прикольно, с другой стороны, это очень нишевое мероприятие, потому что, ну, я не знаю, конечно, его не очень сильно распиарили, но так или иначе, по интернету прошла все-таки информация о том, что здесь вот ивент, где каждый сможет познакомиться и понять, что же такое «Гандам». На самом деле, ну, большая картонная фигурка гандама, да, это прикольно, но все остальное, да, просто набор фигурок, просто посмотреть на то, как выглядят самые разные роботы из самых разных там частей сериала. Причем ничего не подписано, ничего не понятно, и человеку, который не знаком вот с самим сериалом, не знаком с культурой гандамов, ему, наверное, будет очень сложно понять, что вообще здесь происходит. То есть получился такой неплохой и, наверное, довольно интересный для фанатов между собойчик, но не более. То есть если человек пришел просто вот с улицы посмотреть на японских огромных роботов, то, я думаю, ничего интересного он для себя не увидел. Ну, а если те, кому было интересно, именно вот с математикой гандамов, они могли не только вот посмотреть на какие-то фигурки, но еще даже что-то и приобрести, потому что там был магазинчик. А также поиграть в игру на PlayStation 3, которую, кстати, практически никто почему-то не играл. Видимо, не оценили. В целом, очень приятно то, что такие мероприятия в Москве проводятся. Пусть они и нишевые, но хорошо, что они есть. Хочется надеяться, что их в будущем будет только больше, и они будут более разнообразными. Ну, и на этом я, наверное, хочу сказать спасибо, что посмотрели, и всего доброго, до новых встреч.